437 километров 800 метров. Общая протяженность городских автомобильных дорог Ленинско-Кузнецкого. Из них чуть больше 261 километра имеют асфальтобетонное покрытие. После полного таяния снега будет проведено комиссионное обследование всех дорог, по результатам которого и будут определены объемы текущего ремонта городских магистралей. На данный момент запланированы работы по текущему ямочному ремонту на площади 2770 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. По ремонту дорог у нас заключено соглашение с Министерством ЖКХ на проектирование, строительство и реконструкцию капитального ремонта и ремонту автомобильных дорог на сумму 58,8 миллионов. На эти деньги планируется выполнить ремонт улицы Суворово и улицы Мечниково от улицы 7 ноября до поворота, ну до кафе ОК. Протяженность этого ремонтируемого участка 1,48 километров. Особое внимание на заседание уделили обустройству тротуаров, пешеходных переходов и остановок, а также дефектам дорожного покрытия, количество которых в этом году планируют значительно уменьшить. В 2023 году на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения предусмотрено 8 миллионов 800 тысяч рублей, на которые планируется обустроить 7 пешеходных переходов средствами организации дорожного движения. Предложение по улучшению благоустройства прозвучало много, в частности обустройстве разворотной площадки для общественного транспорта в лесном городке. Нехватка парковочных мест на стоянке напротив Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров вынуждает водителей оставлять свои авто там, где это запрещено. Оставляют свои машины, им не хватает вот этой стоянки, которая организована там около больницы, и они оставляют машины, и автобусы не могут там совершить разворот, то есть подъехать к остановке. И эта проблема, она все ширится, потому что там народ увеличивается в эту больницу. Заместитель главы поручила службам, отвечающим за безопасность дорожного движения, взять решение этой проблемы на контроль. Анна Ширкова, Василий Обухов, Реоленинск.